МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Находки старины глубокой. Что нового орловчане могут узнать об истории нашего края? Об этих и других событиях в регионе за прошедшую неделю расскажем сегодня в программе Губерния. Итоги недели в студии Олег Рудаков. Здравствуйте. Главная новость минувшей недели послание президента Федеральному собранию. 15 января Владимир Путин сделал это в 16-й раз. Это выступление впервые транслировалось в прямом эфире практически повсеместно. В общественном транспорте, поликлиниках, больницах, аэропортах, библиотеках на МКС и на горе Эльбрус. Как орловчане отреагировали на сказанное президентом, расскажет Анастасия Гришина. Поставленный президентом задач одним из первых прокомментировал губернатор Орловской области в интервью РИА Новости. Уверен, что вместе мы продолжим эффективно работать в соответствии с главными приоритетами развития России, которые определил сегодня глава государства. Первый областной просил тех, кого заявленные изменения коснутся непосредственно. Будущих и настоящих мам, к примеру. Важным нововведением, предложенным президентом, должна стать возможность россиян получить мат-капитал уже за первого ребенка в размере 466 тысяч рублей. А также увеличение его размера для семей со вторым и последующим детьми на 150 тысяч. Слышала вчера послание президента. Отчасти порадовало, конечно. У тех, у кого первый ребенок, будет вообще здорово, конечно. Я просто даже очень искренне рада за то, что теперь у первого ребенка будет какой-то за спиной капитал. Что касается материнского капитала за второго ребенка и потом последующие еще выплаты за третьего ребенка, в принципе, это тоже хорошо. В Орловском отделении пенсионного фонда России отметили, никаких распоряжений не поступало. Пока. Но это, видимо, вопрос ближайшего времени. Для того, чтобы материнский капитал выплачивался по новым правилам, должны быть внесены изменения в действующее законодательство. Поэтому нам надо дождаться, когда эти изменения будут внесены. Не стояли в стороне изменения в сфере медицины. Набирающий темп в Орловской области нацпроект здравоохранения будет успешно подкреплен озвученными президентом задачами. Большое внимание уделяется президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином здравоохранению. Это немало важно для нас. То, что вчера было сказано, что начинается модернизация с 1 июля 2020 года первичного здравоохранения, это напрямую коснется нашу поликлинику. Обсуждают послания и в школах. Классным руководителям обещана надбавка к зарплате. Для меня это заявление было неожиданностью. Но неожиданностью приятной. Потому что действительно работа классного руководителя заслуживает дополнительных поощрений. Потому что, на мой взгляд, классное руководство – это работа круглосуточная. О послании говорят врачи, предприниматели, депутаты, чиновники и даже старшеклассники в школах. Ведь скоро их младшие товарищи получат бесплатное горячее питание. Самое пристальное внимание речи Путина будет уделено в Орловском правительстве. Подробный анализ Андрей Клычков планирует провести после приезда в Орел. Сегодня губернатор выступал на Гайдаровском форуме. Анастасия Гришина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». В понедельник, 13 января, были озвучены первые итоги реализации национальных проектов в Орловском регионе. По словам Андрея Клычкова, появилась возможность активнее решать многие накопившиеся проблемы в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и ряде других. Напомним, на реализацию национальных проектов на территории Орловской области в 2019 году было выделено 4 миллиарда 400 миллионов рублей. У нас по всем, в том числе и сложным управлениям, осуществлена в полном объеме контрактация, выполнение работ, поставка оборудования. Остаток средств федерального бюджета составил 324,5 миллиона рублей. И он переходит на 2020 год. На аппаратном совещании озвучили планы и на предстоящую весеннюю полевую кампанию. Потребность агрария в льготных краткосрочных кредитах превышает 6 миллиардов рублей. В этом им будет оказана помощь, заверил руководитель департамента сельского хозяйства. Между правительством области и Минсельхозом заключено соглашение о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов в объеме 1 миллиард 334 миллиона рублей. На сегодняшний день все соглашения нами подписаны. Из этой суммы 322 миллиона рублей будет направлено непосредственно на проведение весенних полевых работ. В тот же день были названы имена лучших журналистов Орловщины. Совпало это с Днем российской печати. Первые лица региона поздравили представителей редакции с профессиональным праздником. Вы освещаете и успехи, освещаете и неудачи. И в очередной раз благодарю за эту возможность взаимодействовать, работать, получать оперативную информацию. Поблагодарить за конструктивную критику. Оно порой необходимо для того, чтобы мы могли понимать все точки, на которые необходимо определить. А ведь вы формируете любые новостные ленты, именно опираясь на мнение жителей, на те возможности, которые сегодня есть в открытом доступе. Андрей Клычков вручил почетные грамоты работникам СМИ. Награды получили и сотрудники первообластного телеканала. Николай Ветров, Никита Селиверстов, Алла Новоженина, Наталья Пехтерева. Телеканал «Первый областной» занял первое место в конкурсе СМИ регионального парламента. В номинации «За лучший материал о деятельности Орловского облсовета» победила наш корреспондент Наталья Пехтерева. За профессиональные успехи облсовет наградил благодарностью мою коллегу Викторию Юркову. Мы журналисты, мы имеем возможность влиять на настроение людей. Поэтому именно вам, коллеге, я хотел бы пожелать хорошего настроения, чтобы у вас было как можно больше поводов для оптимизма. И тогда у вас будет весьма позитивный материал, и вы во многом будете видеть положительный. Во вторник Александр Муромский провел первое в этом году рабочее совещание. Говорили о многом, как продвигается ремонт моста «Дружба». Есть ли нарушения в работе перевозчиков после заключения новых контрактов. Готовы ли городские службы к уборке областной столицы от снега. Подробности далее. Первое в 2020 году совещание Александр Муромский начал с хорошего. Хочу поблагодарить правоохранительный блок за обеспечение правопорядка в новогодние праздники. А вот затем начался, если можно так выразиться, разбор полетов. В нашем случае езды перевозчиков, на работу которых продолжают поступать жалобы. Речь шла в частности о микрорайоне Лужки, где на праздничные выходные и в первые рабочие дни один из маршрутов временно пропал из поля зрения жителей. На вопросы сети менеджера был дан такой ответ. Мы представление отправили, предупреждение, с остальными перевозчиками провели встречу, разъяснили вопросы у Пустрова, выполнение расписания, недопущение курения водителей во время движения. Сейчас мы на каждой остановке разместили эти телефоны, в том числе и указали телефоны дежурного по городу. Вот, получаем информацию и оперативно на нее реагируем. Номера телефонов на остановках – это, конечно, хорошо, заметил мэр Василий Новиков. Но почему перевозчики продолжают нарушать условия контракта? Почему требования администрации постоянно игнорируются? Такого быть не должно, подытожил градоначальник. Так нельзя. У нас жалоб куча, и она не прекращается. Не надо здесь замыливать ничего. Надо принять решение и работать по нему. Я соглашусь со всеми, кто выступал в отношении критики работы транспорта. Давайте наводить порядок. Наводим. Наводим – это слова. А еще Василий Новиков предложил чиновникам самим поучаствовать в этом процессе. И вот каким образом. Пусть каждый из них поездит в общественном транспорте и даст оценку его работе. Пообещал мэр это сделать и сам в ближайшее время. Пока же начальнику управления городского хозяйства и транспорта Евгению Гришину нужно предоставить до конца недели отчет главе городминистрации о работе перевозчиков в первые дни этого года. Что же до уборки городских улиц, то спецавтобаза во всеоружии доложили мэром. За неделю вывезено почти 3000 кубометров снега. Песко-соляной смеси израсходовано почти 1500 тонн. Смену работает в зависимости от условий погоды от 32 до 42 единиц техники. И конечно же Муромский не обошел стороной ход работ на мосту «Дружба». Это, наверное, самая злободневная тема для горожан. Работы идут по графику, заверил начальник УКС Сергей Костиков. Подрядчик увеличил количество людей на 10 человек, еще собираются добавить до 10 человек. Поэтому не только монтаж-демонтаж ведется на полетах Нужа. И приступили к разборке у восьмой опоры конуса. И ведутся работы по свойствам новых тротуаров со стороны заводского района. Наша съемочная группа побывала на объекте. Вот как прокомментировал ход ремонта начальник участка подрядной организации. На данном участке работает 50 человек. Работы ведутся в две смены. Выменено два пролета. Ведется замена третьего пролета. На данный момент демонтированы старые балки. Осуществляется наличие апостерных камней, подливки ригеля. И планируется монтаж на утролок. Также подрядчик провел работы по защите русла и дна реки от засорения строительными отходами. Вопросов у заказчика, а это УКС города Орла, к тому, как проходит ремонт, пока нет. Информацию о ходе работ Александр Муромский распорядился доводить до него ежедневно. Олег Рудаков, Андрей Борискин, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Первые дни нового года в работе объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса был софиксирован ряд технологических нарушений. Их удалось оперативно устранить, заявил руководитель профильного департамента на совещании в администрации области. 7 января в 8 часов вечера в селе Ильинское Хатанецкого района из-за выхода из строя линии 0,4 кВт произошло отключение электроэнергии. Все работы были завершены по электроснабжению, восстановлению в течение двух часов. Из-за порыва сетей в двух многоквартирных домах по улице Московская были зафиксированы перебои в поставке холодного водоснабжения. В 17.40 водоснабжение было восстановлено в тот же день. Губернатор поручил профильному департаменту продолжить ежедневный контроль за прохождением отопительного периода. Главе администрации города Орлаун рекомендовал обеспечить соблюдение графиков уборки от снега улиц частного сектора и проездов к дворам. Работу нужно синхронизировать и по работе городских служб, и по работе частных компаний, которые занимаются как содержанием придомой территории, так и содержанием самих домов. Максимально жестко, на контроле. Мы в том году проходили с вами через штрафные санкции. Кто в этом году не понимает, ровно таким же подходом. Предупреждение и не задумываясь дальше уже штрафовать. Отменить фиксированное количество поездок по единому социальному проездному билету. С такой инициативой выступили депутаты облсовета после заседания комитета по строительству и ЖКХ. Я хотел бы все-таки попросить коллег, наверное, об этом надо доложить президиуму, да, и чтобы выйти с каким предложением, потому что, насколько я понимаю, здесь действительно вопрос в бюджете, наверное, да, но пенсионеров в этом уделять, я считаю, это неправильно. Народные избранники подготовили письмо в адрес регионального правительства за подписью председателя облсовета. В документе предложено рассмотреть возможность отмены ограничения количества поездок по ЕСПБ. Напомню, с начала минувшего года стоимость единого проездного составила 450 рублей. При этом лимит поездок таков. С 1 мая по 30 сентября 90, с 1 октября по 30 апреля 70 поездок. А вот ранее, до принятия соответствующего решения правительством региона, стоимость ЕСПБ составляла 350 рублей в месяц при неограниченном лимите. В ближайшие 4 года в Орле расселят 127 многоквартирных домов. Это 45 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным, до 1 января 2017 года. Об этом заявили областные власти. Как будет проходить этот процесс? Подробности узнавала моя коллега Наталья Пехтерева. Дом номер один по улице Гороновского, один из кандидатов на расселение. Новые квартиры обещают уже в этом году. Но жители не верят, что это наконец-таки случится. Запасы прочности давно исчерпаны. Дом построили 60 лет назад. В каждой его квартире своя комната страха. Вот идите, посмотрите, как мы здесь живем. Точнее выживаем, добавляет Татьяна Карпухина. Она здесь выросла. Ветхие стены перешли по наследству от матери. Ей под 90. Женщина прикована к постели. Когда-то она участвовала в строительстве этого дома. Теперь мечтает встретить новоселье. Я на семашку воды ходила, на коромыслие носили. Чтобы раствор делать. У нас нет никаких удобств. Хочется пожить, чуточку пожить в новой квартире. Помогите. Ой, мам, ну хватит плакать. Удобств нет. Вода и туалет на улице, печное отопление. В дырявом жилище тепло не задерживается. Кухня не отапливается ничем у нас. Ничем. Только одна плитка газовая работает. Вот утром и весь день хожу вот так одетая. За годы борьбы за справедливость жители аварийного строения к кому только не обращались. В Москву ездили к президенту, к Путину туда ездили на прием. Они сказали, что все рассмотрим. Подали сюда на город, на наши документы. И не с места. Уже лет 5, наверное, или 4 года назад. А износ какой дома? 75% его уже, это самый износ. Комиссию вызывали. Комиссию вызывали. И его так оценили. Страшно так жить? Это невозможно. Сегодня в Орле аварийными признаны свыше 170 строений. До сентября 2025 года планируется расселить 137 многоквартирных домов. Переехать смогут более 3000 человек. Есть проблемы. Это проблемы, связанные с тем, что жилье, в котором проживают люди, и жилье, которое приобретается, оно неравнозначно по площади. То, что, ну, вы знаете, раньше строили маленькие квартирки, комнатушки. Как-то их пытались еще между собой разделить. И вот у нас получается там, грубо говоря, двухкомнатная квартира. Площадь там 35 квадратных метров бывает. Вот. Поэтому жилье такого сейчас не строится. Приобретается жилье больше площади. И вот за райис в этой площади нам приходится, безусловно, доплачивать застройщику. С 2019 года переселение из аварийного жилья выполняется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Каждый год в города России правительство планирует направлять свыше 35 миллиардов рублей. Однако федеральные эксперты дают неутешительные прогнозы. До 2035 года объем непригодных для жизни домов будет расти почти в три раза быстрее темпов расстеления. Комплексно проблемой начали заниматься только в последние годы. Наталья Пехтерева, Екатерина Федина, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. В регионе стартовал марафон по выполнению нормативов ГТО. В советское и постсоветское время эта аббревиатура расшифровалась как «Готов к труду и обороне». Потом было предложено трактовать ее как «Горжусь тобой, Отечество», но это не прижилось. Первыми орловчанами, поборовшимися за значки ГТО, стали более ста воспитанников с шор номер 10. Вот как это было. Программа ГТО «Готов к труду и обороне» была утверждена в 1931 году. Через 60 лет она канула в лето и возродилась только в 2014. Стало больше возрастных ступеней – 10 вместо 5, и меньше самих норм – 14 вместо 25. Накануне училища Олимпийского резерва пробовали сдать нормы воспитанники шор номер 10. «Мнения детей разные. Кто побаивается, у кого не получается, тому, конечно, не нужно. Младшие с удовольствием участвуют и знали, что у них было время в запасе месяц потренироваться. С удовольствием тянулись, старались подтягиваться». Возраст спортсменов от 10 до 17. Нормы у всех разные, но дисциплины одни. Сдается все сразу в одном месте. «Сегодня мы предлагаем вам на выбор 7 испытаний. Это бег на 30 метров, челночный бег 3 по 10, прыжок в длину, наклон, поднятие туловища, отжимание, подтягивание и длинный бег – это на 2-3 километра». Советы тренера, инструкции от судей и вперед к значку. Беговые дисциплины шли легче, с чем-то было посложнее. Тест на гибкость, наклон. Некоторые преподаватели прошли лучше своих воспитанников. «56 лет». «Да, каких же?» Кстати, за прошлый год более 350 тысяч россиян приняли участие в фестивалях ГТО. В конце 2019 года в Минспорте подвели итоги внедрения комплекса ГТО в России. Были озвучены такие результаты. За прошедшие годы более 12 миллионов россиян зарегистрировались на интернет-портале комплекса ГТО. Почти 8 миллионов человек приняли участие в сдаче нормативов. Из них треть показали высокий результат, соответствующий знаком отличия комплекса ГТО. В Орловской области за прошлый год зарегистрировались на портале около 3000 человек. Примерно половина из них нормы ГТО сдала. Значки получили свыше 800 человек. После этих стартов их ряды наверняка пополнятся. «Интересно, на что мы способны. Хочется узнать, на что мы способны». «И что показывают первые результаты?» «Хорошие». «Возможно, скоро значок с этими тремя бухгами будет так же модно носить на одежде, как и в прошлом веке. Олег Рудаков, Екатерина Федина, телеканал Первый областной. Что нужно для того, чтобы появился музей? Многое, ответите вы и будете абсолютно правы. Но самое главное – желание и любовь. Любовь к тому, что ты делаешь. Частная коллекция народных инструментов Орловского виртуозного гармониста Геннадия Калмыкова стала музеем. Постоянную экспозицию русской гармоники открыли в детской школе искусств в поселке Стрелецкий. Была там и Наталья Чунина. По-семейному в узком кругу. Вместо традиционного ключа – нота. Так открыли первый в ЦФО музей гармоники в сельской школе искусств. Внушительная коллекция «Заслуга одного человека». Виртуозный гармонист Геннадий Калмыков собирал экспонаты в течение 30 лет. Музей только тогда живет, память тогда живет, когда она видна, когда люди приходят, знакомятся, интересуются. Ой, а это что? А это что? А это гармоника. За стеклом и над стеллажом 5 аккордеонов, 19 баянов, столько же гармонии и столы Смоленска, Москвы. И куда же без Орловской ливенки. В музее представлено 43 музыкальных инструмента. Каждый имеет особое значение для Геннадия Калмыкова. Например, эта гармонь была произведена в Санкт-Петербурге более 90 лет назад. Ее также можно было увидеть в фильме «Свадьба в Малиновке». Нажми на клавиши, продай товар. Самый ценный экспонат для Геннадия Калмыкова – гармонь «Хроника». С нее началось профессиональное исполнительство в России. Мастер – сам Александр Сизов. А вот орловскому композитору Евгению Дербенко приглянулся другой инструмент. На таком рубине он играл, будучи студентом Гнесинки. Сейчас невозможно себе представить, что на нем вообще поступить даже можно. Невозможно поступить. Сейчас баян Юпитер, он ушел далеко вперед, стал очень совершенным инструментом. А это вот на таком стиле, видите, без регистров. Вот такой готов выбран баян Кировской фабрики. Закончил. Кстати, открытие Музея Русской Гармоники – подарок к 45-летию Ветской школы искусств Орловского района. Благодаря идее Геннадия Викторовича, нашего преподавателя, и его инициативе, мы решили открыть Музей Русской Гармоники. Ни один ученик, ни один педагог не остался безучастным. Над реализацией данного проекта мы работали целый год. Экспозиция будет пополняться, причем вновь из фонда Геннадия Калмыкова. Орловский гармонист говорит, что в его частной коллекции еще остались интересные экспонаты. Наталья Чунина, Екатерина Федина, телеканал Первый областной. Казаки с нагайками и дамы в вечерних платьях, белые перчатки и лесгинка. Все это было в программе казачьего рождественского бала под названием «В гостях у атамана». Его провело хуторское казачье общество Лаврово, администрация городского парка культуры и отдыха и школа исторического танца «Империя». Рождественские встречи – это традиционное для казаков мероприятие, но в таком формате они проводятся впервые. В этот раз программа включала рассказ о Рождестве и о казачьих традициях этого праздника. В концертной программе приняли участие кадеты казачьего общества, ансамбль «Вдохновение» и «Вольница» из Лаврово. Во второй половине после фуршета все будто перенеслось в эффект 19-й на светское мероприятие. Танцевали «Падыграс», «Гусарскую польку» и «Испанский вальс». Мы планируем на наших площадках в центральных городе, в городском парке проводить различные показательные выступления. У ребят очень много направлений. Они берут не только танцевальные вечера, они занимаются еще и рубкой, шашкой, и даже театральными направлениями тоже мы планируем с ними заниматься. И мы хотим сделать фестиваль. Большой, огромный фестиваль. Сегодня вряд ли надо кому-нибудь доказывать, что без изучения археологических памятников невозможно получить достаточно полную картину прошлых исторических эпох. Дело в том, что письменные документы в большинстве случаев говорят нам о событиях своего времени, что, когда и где с кем произошло. Понятно, что документов такого рода существует довольно много, но как проверить их достоверность? Как убедиться, что автор каждого такого документа описал реальную картину существования той страны, того народа, о котором он писал? Именно это и помогает выяснить археология. В Краевеческом музее открылась выставка «Спасенная древность». На ней представлены результаты раскопок на территории нашего региона за последние полтора года. Наталья Чунина о находках и не только. Рядом сотни экспонатов. Сенсационная находка. Гривна из серебра. В среднем археологи на юге-востоке России за 20 лет находят две денежных единицы. Орловская реликвия уникальна тем, что на ней сохранились надписи, позволяющие не только определить денежную систему, которой принадлежала гривна, но также установить ее владельца. Наоборот, на стороне написано «Конан». Археологи считают, это прозвище владельца гривны. Буква «Н» указывает на то, что деньги новгородские. Реликвию археологи нашли в районе Плещеевки. Интерес у посетителей вызывает и посуда. Вот часть фаянсовой банки для черной икры. Деликатес фасовался купцами в Орле. Дело было в 18 веке. Посуда 19 века чаще всего покрывалась поливой. Вот такая глазурированная, что ли, там, желтая, зеленая, цвета такие наиболее популярные. А посуда 18 века чаще всего была черновощенная. Там специфичным таким соответствующим орнаментом. А посуда 17-17 века была уже там белоглиняная, красноглиняная. Посудопечные изразцы монеты 17-18 веков. Это еще что? По ту сторону стекла предметы поселений эпохи Мезолита. Это 11-е тысячелетие до нашей эры. Самые ранние орудия труда из кремня. Нашли их в Орловском районе в земле на метровой глубине. Эта экспозиция, которая есть в местном Кривическом музее, она создавалась много лет назад. Не менялась. Это свежие вещи. Это вещи находки, которые обнаружены в 18-19 году. Раскопки проводили липецкие детективы истории Аниты и передали Кривическому музею найденные ценности. Действительно это важно для музея, что такая выставка проходит. Потому что мы еще раз пытаемся обратить внимание на такую сферу, как археология, археологические работы. Заинтересовать молодежь, заинтересовать жителей города Орла. Первые посетители экспозицию оценили. Вообще это грандиозная выставка в Орле, потому что таких выставок не было. Я когда-то сам занимался этим. Так что мне нравится. Понравилось потрясающе. Немножко много нового узнала для себя. Выставку «Спасенная древность» Кривический музей будет экспонировать до середины февраля. Далее чунина Андрей Борискин, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной». «Первый областной» стал удобнее и доступнее для пользователей интернета. Мы обновили наш корпоративный портал. Новый, современный и технологичный веб-сайт телеканала уже готов и работает. «Первый областной» портал новостей ждет желающих узнать свежие новости в любое время дня и ночи. Сергей Прошкин стал одним из первых посетителей обновленной версии. «Обл1.ру» адрес остался прежним, но поменялось все остальное. Теперь оформление рассчитано на быстрый и удобный доступ к нашим программам и последним новостям. Благодаря новому функциональному дизайну сайт стал легче и понятнее. В эргономичном интерфейсе нет лишних кнопок. Все ссылки открываются быстро и просто. Сделали все проще, доступнее, конкретнее. То есть человек, заходя на сайт, он не теряется в каких-то деталях, не путается, а он получает именно то, что ему нужно, информацию, какие-то актуальные региональные новости, программы и так далее. Обновленный первый областной портал новостей воплотил в себе современные тенденции веб-конструирования, а именно максимальное упрощение для пользователя и легкое чтение и серфинга. Новый дизайн более функционален, особенно в мобильной версии портала. Сейчас на всех типах мобильных устройств сайт корректно отображается, удобен для пользователя. И мы брали лишнее, то, что отвлекало внимание от основного направления. Все репортажи и ваши любимые программы теперь доступны в меню по одному клику с мгновенной загрузкой. А страница прямого эфира позволит вам смотреть трансляцию онлайн с вашего компьютера или мобильного телефона. С мобильных устройств пользоваться сайтом теперь проще всего. На экране вашего телефона сразу доступна лента самых свежих орловских новостей. Если вам есть о чем рассказать, то кнопка «Вызвать телевидение» теперь на самом видном месте. Сергей Прошкин, Екатерина Федина, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Новый год, новый сайт. И немного открою тайну. Мы готовим для вас в этом сезоне много нового и действительно интересного. Вы смотрели программу «Губернии. Итоги недели». В студии был Олег Рудаков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин